Всех приветствую на канале CryptoCommons и сегодня будет достаточно большое и важное видео. Мы разберем, как правильно торговать биткоинами, криптовалютами, какую биржу выбрать, для чего, в чем их отличие, в чем отличие спотовой торговли от маржинальной, фьючерсной, какие комиссии, особенности и так далее. Ну, поехали! Ну и начнем, наверное, с базовых вопросов. Это видео в целом больше для новичков, но если вы опытный пользователь, возможно, вы тоже найдете что-то интересное в плане новых, особенно фьючерсных платформ, о которых мы поговорим ближе к концу. Проведем их анализ, отличия, где у кого какие подводные камни, какие фишки. Ну а для начала, для новичков, собственно, кто только начинает, давайте разберемся с базовыми понятиями. Базовые понятия торговли криптовалютой, да, что такое? То есть купил-продал, грубо говоря, да, в идеале купил дешевле, продал дороже. Разберемся на примере самой сейчас, конечно, наверное, основной популярной ликвидной биржи Binance. Короче, в чем отличие спотовой от маржинальной и от фьючерсной торговли, да? Ну, смотрите, спотовая, это когда вы торгуете реальным активом. Вот у нас есть на этом аккаунте, допустим, 100 долларов, да? Ну, 104 доллара. И, соответственно, мы на них только и можем торговать. Вот мы в паре доллар к битку, допустим, покупаем только на эту величину. 0,011 битка. И наоборот, если у нас тут есть уже 0,011 битка, то, соответственно, мы можем их продать, опять же, вот за 100 долларов. Ну, за 106 там. Вот, то есть это торговля реальным активом. А также, вот, посмотрите, на Binance очень много монет, и возле некоторых из них стоят вот такие 5х, 10х. Это что значит? Это значит, что они добавлены в маржинальную торговлю. То есть их можно торговать спричем, да? Что такое спричем получается? Это когда у вас есть, грубо говоря, 100 долларов, вы можете торговать на 300 или даже на 500. То есть вы у биржи одалживаете, как бы, эти деньги. Если уверены, что курс пойдет в вашу сторону, то, соответственно, прибыль потенциальная тоже у вас в 3-5 раз больше. Ну, и, соответственно, если у вас курс идет против вас, и вы плохо пользуетесь риск-менеджментом, скажем, то у вас также убыток растет с такой же геометрической прогрессией, даже чуть-чуть больше, чем профит, потому что комиссии биржи, комиссии заплечо, но об этом мы сейчас чуть позже поговорим. Ну, вот, допустим, переходим с вами во вкладку Cross, это маржин, да? Cross и Isolated, чем отличаются Cross? Это маржин, который позволяет торговать всем чем угодно, имея на обеспечении, грубо говоря, все что угодно, да? То есть вы можете держать тизер или биток, а торговать при этом эфиром, там, или карданом, или чейнлинком. Но он дает меньшее плечо, скажем, вот 3x, то есть 3 раза больше, либо вот 5x вы можете здесь переключиться, но из 3 на 5x, но 5x, соответственно, еще опаснее. Isolated – это маржин, когда вы только тем, что у вас есть, только той монетой и торгуете. То есть есть биток, торгуете битком, грубо говоря. Но в изолированной марже вы рискуете только той монетой, которой торгуете, а в Cross, соответственно, вы рискуете всеми монетами, которые лежат в Cross аккаунте. Ну, поехали, смотрим, значит, что дает маржин. Вот у нас есть, у нас здесь пока 0 с вами долларов, потому что у нас все лежит на спотовом кошельке, да, на обычном. Вот, и первые шаги маржина, Margin Trading Steps – это перевести, перенести средства, а потом начать торговать уже, заимствовать, соответственно, и выплачивать. Потому что любая торговля с плечом – это вы заимствуете у биржи или у лендеров, собственно, что одно и то же практически, и выплачиваете. Ну, как кредиты в банке, то есть, да, одни люди несут под небольшой процент депозит, короче, на счет в банке кладут. Вот это здесь называются лендеры. Вы можете также под какой-то там несколько процентов годовых отдать крипту, и биржа будет ее одалживать тем, кто торгует с плечом, то есть маржинальщиком, вот как мы сейчас с вами. Соответственно, биржа с этого тоже имеет свой интерес. Ну и вот, собственно, нужно перенести для этого на счет. Вот мы нажимаем «Трансфер». Это можно и с кошелька делать, но можно и прямо здесь. Вот у нас спот кошелек наш обычный, и вот у нас маржин кошелек. И мы делаем что? Вот у нас есть, допустим, давайте начнем с долларов. Вот у нас есть USDT, эквивалент доллара, да? Ну вот, 104 доллара. Мы их берем, подтверждаем, вот, ну можно половину перевести. Переводим все сейчас. Подтверждаем. И вот они у нас на маржин аккаунте появляются. Вот они появились. Дальше что? Теперь мы можем, смотрите, на эту же сумму уже с вами торговать. Сейчас он протупляется еще. Вот тут есть Normal Mode, это обычный, как бы спотовый. Вот Borrow, это заимствование. Сейчас он раздуплится, сколько у нас денег. Вот, и написал, видите, 500 долларов уже. То есть теперь мы на эту сотку можем торговать 500-кой. Ну, соответственно, и риск у нас будет больше. То есть, когда ты торгуешь на споте, у тебя рисков-то особых нет. Ну, то есть, если ты купил, ты можешь ждать, монета хоть до нуля может упасть. А потом, когда она взлетит, то ты ничего не потеряешь, грубо говоря. Ты ее продашь дороже. А в маржине-то у тебя появляется такая штука, как цена ликвидации. То есть, грубо говоря, если мы с вами купим сейчас даже во втором плече, то у нас, грубо говоря, цена ликвидации будет где-то в районе... Ну, вот битка, если мы купим по 9000 баксов, то у нас цена ликвидации будет во втором плече примерно 4500, а не 0. А если мы купим в пятом плече, то у нас цена ликвидации будет, соответственно, вообще где-то на 7000 долларов с чем-то. То есть, понимаете, да, у вас ваши средства, если рынок идет против вас, то ваши 100 долларов идут в покрытие, как бы, убытков сделки с этих 500. Короче, причем очень осторожно нужно сначала разбираться, что вы делаете. То есть, нужны идеальные точки входа, выхода и смотреть, опять же, комиссии, которые вы платите. Потому что если вы висите с плечом, то вы платите, соответственно, в 3-5 раз больше комиссии за это плечо. Но и потенциальные, конечно же, заработки тоже очень большие. Вот, это мы рассмотрели вот с вами, да, кросс-марджин. Потом, смотрите, опять же, мы можем продать теперь, не имея, грубо говоря, битка. Мы уже с вами можем продать, как будто бы он у нас есть. Вот, borrow, нажимаем. И вот у нас появилось, видите, как будто у нас есть 0.45 битка, то есть на 500 долларов. Если мы уверены, что курс пойдет вниз, мы можем как бы шортить и придавать биток, которого у нас нет. То есть, биржа нам автоматически его займет. И потом, соответственно, когда курс упадет, мы нажмем купить, купим его дешевле, отдадим бирже и разницу в долларах положим в карман. Это что касается торгов к паре к доллару, то есть биткоин к доллару, там эфир к доллару, понятно. Также можно в марджине торговать еще к битку. Вот они, если здесь нажать на марджин, вкладку, то здесь все пары, которые есть именно с плечом. Есть вот, как вы видите, к доллару, а есть к битку. К битку плечо брать дешевле получается. Ну, соответственно, там и торги идут, скажем, эфир к битку, там, да. Ну, давайте посмотрим, допустим, эфир к битку. Вот, мы видим, что к доллару она сейчас чуть красненькая, а к битку, например, зелененькая. Вот, и тут уже мы можем торговать с вами эфир к битку, соответственно, мы будем занимать уже у биржи и отдавать биток, а не доллар. Который, еще раз повторю, дешевле вообще в несколько раз занимать получается. Вот, но опять же мы можем еще посмотреть, в чем фишка кросса. Мы можем закинуть сюда еще на марджин аккаунт, допустим, биток у нас есть, да, на споте. У нас есть чуть-чуть битка с вами, вот. Мы закидываем еще и биток сюда, и, соответственно, у нас получается еще больше средств. Сейчас станет нам доступно для торгов. Вот, видите, у нас теперь уже 0.1 битка доступно, а не 0.05. То есть мы закинули, считай, всего 0.02 сюда, 0.01 битком и 100 долларов тизером. И он нам дает уже 1000 долларов, ну или 0.1 битка, 10 миллионов сатоши, короче. Соответственно, в 5 раз больше, чем у нас есть, он нам дает торговать. Вот такой вот движок у биржи умный. То есть он сейчас нам даст продать 3.5 эфира на эти деньги. Либо купить, соответственно, он нам даст то же самое. 4 эфира он нам даст купить сейчас. Вот, соответственно, так вот работает марджин движок. Ну и, короче, когда вы заканчиваете марджин трейдинг, вы вот берете обратно с марджин кошелька на спотовой, переводите свои средства. Вот, а также у нас есть деривативы на этой бирже, да, то есть это фьючерсные торги. Ну, то есть это уже плечо 100x и даже 125x в случае с Binance. Но, естественно, не рекомендую ни 100x брать, ни 125, тем более, что это очень опасно. Это как бы 1% рынок прошел против вас, и вы лишились всех своих денег. Но также, естественно, и 1% он прошел в вашу сторону, и вы типа заработали 100% как бы. Ну, это такая штука, знаете, больше напоминающая казино. Но фишка в чем, что вы можете в этих фьючерсах использовать плечи не такие большие, скажем, 10x. Или там даже, ну, в некоторых случаях 20x. Это когда уже совсем прям явно разворот рынка, вы видите это прям и входите. Или наоборот, по тренду явно входите на пробой. Короче, в некоторых случаях возможно брать такие плечи. Ну, как бы на небольшой объем, допустим. Ну и, короче, вот деривативы, собственно, это фьючерсы, о которых мы сейчас поговорим детальнее. Это уже плечи больше 5x, больше 10x, там 20-е, 30-е, 15-е. Ну, реально, если вы новичок и хотите пробовать фьючерсы, реально не советую вам брать больше 10-го плеча. И вообще не брать сразу такие плечи, а накидывать их. То есть плечи это идеальный инструмент, если вы не туда встали. Допустим, вы уверены в том, что там рынок развернется и пойдет наверх, да? Ну, вот возьмите вы здесь без плеча. Наверняка, когда вы войдете в трейд, рынок пойдет дальше против вас. И если вы без стопов стоите, то вы можете начать плечами докидывать и усредняться, как бы смещать цену ниже среднюю цену входа. Соответственно, если он пойдет еще раз против вас, вы уже включите третье, пятое плечо. Если пойдет еще дальше против вас, вы включите уже десятое. И таким образом, там, где он точно развернется, вы как раз включите там двадцатое. И профит будет отличный, и цена будет гораздо ниже, чем вы вначале вошли. Но, естественно, у такого подхода, это типа Мартин Гейл, у него есть риск, что цена никогда не развернется. И в итоге вы подключите сотые, и вас просто смоет. Поэтому надо тоже это понимать и брать все риски на себя. Ну, короче, смотрим фьючерсную платформу. Здесь опять та же самая история. Чтобы начать торговать, вам надо сначала сделать трансфер. Но недостаток этой фьючерсной платформы Binance в том, что здесь в обеспечении вы можете держать только USDT. То есть BTC или другие. Вы можете здесь, и тут есть типа Borrow. Вот наш фьючерсный кошель. Вот тут лежат 100 баксов, которые мы только что перевели. Соответственно, мы можем на эти 100 баксов торговать 10 тысячами баксов в сотом плече. Но это очень опасно. Мы так делать, наверное, не будем с вами, но можем. Сейчас в этом убедимся. Ну, скажем, тысячи баксов торговать на это уже более-менее, скажем так, не так опасно. Если делать это правильно, то можно очень неплохие профиты срубить. Можно эту сотку удвоить, скажем. Потом ее еще раз удвоить. И вот у вас уже почти тысяча баксов. Короче, тут можно еще сделать вот что. Если у вас биток, и вы не хотите как бы менять его физически на титр, вы можете одолжить здесь под свой биток, под 0%, но всего на 70% от него. То есть 74 доллара вам одолжит биржу, чтобы вы торговали. И потом, когда наторгуете, вернете их, и ваш биток останется. Но, соответственно, если вы наторгуете в минус, то вас от битка отгрызут от вашего. Поэтому тоже так делать сейчас не будем. Но просто такая опция есть, если что. Но в целом, в целом, как бы обеспечении идет именно USDT для торгов фьючерсами. Потом еще тут есть такая фишка, что вы можете сделать ниже комиссии, если положите сюда BNB еще в этот кошелек, Binance Token, то у вас будет скидка, по-моему, 25% на комиссии. Вот. То есть в долларах у вас не будет сниматься тогда комиссия, а будет сниматься в BNB. Так. Дальше поехали. Сейчас с Binance уже заканчиваем. Пойдем дальше по биржам смотреть. Ну, вот, соответственно, фьючерсная история. И тут, конечно, крутое самое у них, что здесь очень много монет. В отличие от тех же BitMix, BuyBit, по которым сейчас мы пойдем. Много монет. И у всех кросс-обеспечение получается USDT. То есть, вот, смотрите, мы с вами можем сейчас на наши 104 доллара. Вот они здесь отображаются. Мы можем с вами взять в сотом плече. Вот оно. Сотая. Ну, кросс поставить можно. Мы можем взять с вами, вот. 1 и 12 битка. Но если мы так сделаем, вот тут есть калькулятор. Калькулятор позиции. Liquidation price. Цена ликвидации. А, надо поставить. Сотое плечо. Допустим, мы хотим зайти по 9100. Купить один биток. Точнее, фьючерсный биток. Calculate. Нажимаем. И вот, мы если сейчас входим по 9100 в сотом плече, то у нас цена ликвидации с вами 9.31. То есть, очень близко. И как только он туда сходит, все, мы лишаемся своих 100 долларов. И дальше рынок разворачивается, уже идет в нашу сторону без нас. Поэтому нахрен сотая. Если мы поставим, вот, смотрите, 25-ая. А, в 25-ом нам никто не даст взять, конечно же, один биток, потому что нам дадут взять 0.25 битка. Считаем. То у нас цена уже получится ликвидации 8.700. Видите, значительно дальше. А если мы возьмем, скажем, как в марджине, в том обычном, 5-ая и 0.05 битка, то у нас цена ликвидации 7. Видите, я там правильно посчитал. То есть, это уже более реально. Туда биток, допустим, скорее всего, не упадет и нас не смоет. А потом уже, когда он взлетит, скажем, вот мы считаем PNL теперь. По 9100 мы вошли в пятом. И по 10, например, вышли. И вот мы считаем, с 0.05 битка мы заработаем 45 долларов. А теперь давайте посмотрим, зачем нужны фьючерсы. Допустим, мы входим в 25-ом, мы входим и берем 0.25. То мы уже заработаем с вами 225 долларов на этот ход. Понимаете? А если мы возьмем сотая и целый биток? Ну, в сотом, конечно, не рекомендую так делать. Но, допустим, если залить 0.05 битка и взять в 20-ом, то уже как бы это менее рискованно. Можно также взять биток на 20-ом плече. Ликвидация будет достаточно далеко, если вы хорошую точку входа найдете. То мы заработаем с вами 900 долларов. Понятно, да? Потому что, собственно, на один биток, на сколько цена сходит, столько мы и заработаем. То есть, если вы по 9000 зайдете и по 10 выйдете, то вы заработаете 1000 долларов. Вот такой расчет. Ну, плюс, минус, точнее, комиссии биржи. Понятно, там будет фандинг, шмандинг. Опять же, об этом надо отдельно, наверное, поговорить. Фандинг, да? Что такое? Это мы сейчас до битмикса дойдем. То есть, на фьючерсах тут всегда платят как бы одни игроки другим. То есть, либо лонгисты шортистам платят, либо шортисты лонгистам. В зависимости от тех, кого больше. Вот. Ну, короче, вот такая история с Binance. В принципе, на этой платформе представлены все возможные варианты. Также вы можете сдать в лендинг, в сейвинг, так называемые. Вот. Переходим дальше. Когда я начинал, году в 15-16-ом, еще в помине не было никого Binance. И всех этих платформ, к которым мы сейчас перейдем. Была самая крутая биржа Poloniex. Вот она. Для этого как раз больше для новичков. Для спотовых. Тут самые низкие комиссии. Еще ниже, чем у Binance. Тоже дофига монет. Для спота идеально. То есть, вот у вас exchange. Вот у вас, типа, ваши 100 долларов. Вот вы их купили, продали. Тут есть тоже марджин трейдинг. Плечо всего 2,5x. То есть, многого вы не сольете. Ну, давайте покажу сейчас. Тут, чтобы закинуть на марджин трейдинг, вам надо зайти в wallet. Вот тут есть Transfer Balances. Вот. Вот эти все монеты, которые представлены в марджин. Марджин аккаунте. И вот вы делаете Transfer from Exchange to Margin. Да? Переводим туда. Вот тут у нас есть доллары. Есть эфиры. Есть один эфир. Переводим. Ну, или давайте, кстати, на примере одного эфира сейчас посмотрим. Вот мы перевели один эфир на марджин аккаунт. Здесь плечо всего 2,5x. То есть, в 2,5 раза. И для новичков это идеально, чтобы учиться. Ну, на Binance вы тоже можете не набирать, конечно, сразу 5-е. Но велик соблазн, короче. А тут его вам просто не дадут. Вот. И, соответственно, что? Тут тоже кросс по умолчанию, кросс обеспечение идет. Тут тоже, как с BNB, фишка только с троном. Если вы держите трон, то вот у вас будет скидка 25% на все комиссии. И вот он вам предлагает купить еще 2,5 эфира. Точнее, не еще, а всего. У вас как бы... И продать тоже 2,5 эфира он предлагает. При том, что у вас есть на аккаунте всего один. Тут достаточно удобная панелька. Вот здесь вы будете видеть сразу свой Profit Loss. Также вы можете торговать к битку здесь в марджине. Вот. Вот этими всеми монетами. То есть, вы можете держать эфир на марджин аккаунте, допустим, он вам пересчитывает это уже в биток. И вы можете торговать Ripple, Dogecoin, чем хотите. Вот. Соответственно, он будет все это пересчитывать и давать вам взять займ. Но минимальная сумма на сделку в марджине на Polonics равняется 0,02 BTC. То есть, 2 миллиона Сатоши. Потом разгружать уже вы ее можете плавно, но брать нужно минимально вот такой лот. Вот. Это что касается Polonics. Тут тоже есть у них Futures, они запустили только-только свежие. Есть лендинг, то есть, вы можете сдавать монеты свои под проценты, под небольшие. Но там очень небольшие какие-то проценты. Марджин достаточно сидящий для новичков, идеально подходит. Но, как бы, меньше монет, чем на Binance. Но на остальных биржах, к которым мы сейчас пойдем, фьючерсных, там еще меньше монет, но, тем не менее, они не хуже от этого. Теперь еще фишка на Polonics, как дополнительная плюшка. Если вы регаетесь по моей ссылке снизу, то вам будет приходить часть комиссии за трейда обратно назад в USDC, в USDC. Вот. Соответственно, через какое-то время вы увидите, что вам возвращается часть ваших комиссий назад в USDC. Приятный бонус. Вот. По поводу спот трейдинга. Спот трейдинг есть еще на FEMIX. И там очень интересная тема. Вот биржа FEMIX. Тут появился спот с времен моего последнего обзора, который я на них делал. Сейчас он появится справа сверху, если я не забуду. Можете его посмотреть. Короче, тогда было только фьючерсная торговля. Сейчас появился спот, то есть без плеча торговля. Вот она. Добавляются новые монеты. Но тут очень интересная фишка. Нулевые комиссии, вот. Но для премиум и премиум-триал юзеров. И суть в том, что он стоит. Премиум стоит, по-моему, 10 долларов в месяц. Либо 60 долларов с чем-то в год. И тогда вы торгуете без комиссии. То есть вам нужен какой-то более-менее оборот. Ну, скажем, не сотка баксов, да? Тогда это имеет смысл. Там, если вы хотя бы на 1000 долларов заливаете депозит, то вы платите 10 долларов и торгуете без комиссии в споте. Такого нету, в принципе, ни в Binance, ни в Poloniex. Но там все равно достаточно низкие комиссии. И больше монет. То есть делаем тут свои выводы. Короче, идем дальше по фьючерсным платформам. Ну, легендарнейшая, что тут скажешь, криптодеривативная платформа BitMEX. Собственно, мой канал начался с видео по BitMEX. Многие помнят, наверное, самое популярное было видео на YouTube по BitMEX и на моем канале. 50 тысяч просмотров, полторы тысячи лайков. Но YouTube его в итоге удалил, назвав каким-то экстремистским или нарушающим правила YouTube. В общем, оно теперь есть только на Кост.ТВ. На бэкап-канале нашем по ссылке в описании, стоплинка. Кост.ТВ, кто хочет посмотреть туториал по BitMEX. Он, конечно, легендарный. Вот. Ну и что про BitMEX скажешь? У BitMEX, короче, это чисто фьючерсная платформа. Да? Обеспечение здесь идет только в битке. То есть вы заливаете сюда биток и выливаете отсюда тоже только биток. Но торгуете при этом всем чем угодно. Ну, точнее, всеми вот этими монетами. Биткоин к доллару, биткоин кэш к доллару, они сделали эфир к доллару и остальные альты все именно к битку. Это тоже, кстати, важное отличие от, скажем, Байбита и Фемикса, по которым мы сейчас пойдем. Потому что там вы торгуете всем к доллару только. И на бинансе тоже. Фьючи вы торгуете к доллару исключительно. На битмиксе же, если вам интересны пары, вот как я показывал на бинанс марджине, именно к битку, скажем, эфир к битку торговать, или рипл к битку и лайткоин, то в фьючерсах это пока есть только на битмикс. Возможно, когда вы смотрите это видео, уже это добавит эту функцию и на Байбит, и на Фемикс, и на Дудекс. Но пока разговоры только идут. Соответственно, вот, если вы хотите торговать альты к битку, то битмикс, да, тоже подходит. Плюс тут кросс-обеспечение. То есть вы можете несколько позиций открыть, и они все будут обеспечены вашим битком. Да, и комиссия за вывод здесь всего 20 тысяч сатоши, но иногда она поднимается до 200, в зависимости от загруженности сети. Ну и плюс тут есть, конечно, чатик. Легендарный битмикс-чатик. Есть на русском также. Его подсчитываешь, делаешь наоборот, и, как правило, профитные трейды. Вот, да, битфинекс, кстати, мы не обсудили еще. Битфинекс тоже. Это одна из старейших бирж. Ее я использую чисто для того, чтобы смотреть стакан. То есть я вам сегодня... Бирж гораздо больше, да, всякие хобби, коинбейзы, там, эксмаш, мэксмак, ракены. Я вам рассказываю чисто те, которые я сам так или иначе использую. Вот битфинекс я смотрю стакан, потому что он очень показательный. Вот мы видим, что сейчас продавец появился. Вот. Короче, на битмиксе, да, вы можете открывать позиции на разных этих монетах, как к доллару, так и к битку, и все будет обеспечиваться вашим битком. Но и профит, соответственно, тоже вы будете грести в битке, либо лосс, и выводить потом биток. Байбит. Переходим. Мой любимый байбит. Чем же он так примечательен? Смотрите, на байбит, на самом деле, пока не так много монет, а, говоря точно, вот их всего 4, биткоин, эфир и эус и эксерпи. Но они собираются добавлять скоро новые. Да, но тема в чем, что если вы торгуете, скажем, эфиром, вы можете держать эфир, и вы на этот эфир профит будете получать в эфире. И то же самое касается рипла, эуса и рипла. Вот, смотрите, допустим, рипл, вот у нас тут есть 100 рипл сейчас. Вот вы можете в 50-м плече набрать на 925 долларов, допустим, лонг по риплу, сейчас сколько он удаст. Здесь вы всегда, когда нажимаете бай, ну, как и на битмиксе, и на фемиксе, здесь выскакивает сначала окошечко подтверждения, чтобы вы не вошли резко в сделку. Тут вы все смотрите. Вот на Binance Futures такого нет, осторожней. Там вы нажимаете бай, и сразу открывается сделка. То есть там надо калькулятор использовать рисков. Здесь же все нормально. Вот он вам показывает. Вы можете сейчас купить 4500 риплов на 100 риплов. Да, но, соответственно, цена ликвидации у вас будет очень-очень близко и смоет вас с вероятностью 99,9%. Но также вы можете сразу здесь выставить тейк-профит и стоп-лосс. Скажем, вот, вы можете выставить тейк-профит 15%, чтобы потерять всего 14 риплов. Но еще очень важный момент. Если эти стоп-ордера и тейки отрабатывают, то они отрабатывают как рыночные ордера, а не как лимитные. Об ордерах мы поговорим чуть позже, о типах заявок, когда я покажу пример сделок ближе к концу этого видео. Но, в общем, это не в ваших интересах на самом деле пользоваться, потому что будет проскальзывание, будет дополнительная комиссия. Стоп, конечно, лучше ставить рыночный, маркет-ордер, потому что лимитный не всегда отработает. Но в целом, тейк-профит лучше выставлять лимитный и входить в сделку лимитными ордерами. Это мы обсудим чуть позже, потому что комиссия. Возвращаясь к фандингу, то есть если вы используете маркет-ордера рыночные, то у вас всегда вы платите большую комиссию, потому что ваша заявка в первую очередь обрабатывается и берутся любые ордера по любой цене соседней из ордербука, из стакана. А если вы используете лимитный, то вы как бы всегда становитесь маркет-мейкером, что ли, как это сказать. Да. Так вы маркет-тейкер, платите там 0,75%, а если вы маркет-мейкер, лимитными пользуетесь, то вам даже платят. Если фандинг в вашу сторону, вы можете даже заработать на комиссии. Но об этом чуть позже, в моменте, где буду показывать трейды. Смотрите до конца. Короче говоря, вот такая тут петрушка, что вы в той монете, в которой держите, в ней и получаете профит и лосс, соответственно. И это удобно, потому что этого нет ни на Binance Futures, ни на BitMEX, ни на FEMIX даже. Если вы торгуете эфиром, допустим, вы хотите увеличивать свой эфир, то это можно делать именно вот здесь, на Bybit. Лонговать, шортить эфирчик и получать еще больше эфира. Также тут есть USDT-шная история. Это на самом деле аналог Binance Futures получается. Но здесь вот вы можете торговать только Bitok пока. Но зато вы можете здесь лонг и шорт одновременно открыть. Но об этом чуть позже, в моменте, где буду показывать трейды. Значит, Bybit мы рассмотрели, что здесь можно торговать четырьмя монетами. FEMIX. На FEMIX есть уникальная фишка, это спот с нулевыми комиссиями. То есть вы платите 10 долларов в месяц, либо 60 долларов с чем-то в год и торгуете с нулевыми комиссиями на споте. А на контракт трейдинге, на фьючерсах, вот у них есть вот такие вот монеты. Из главных отличий от того же Binance, там Bybit, у них есть золото к доллару. То есть вы можете торговать золотом, имея на счету тизер. То есть это реально к сау, как бы тоже прикольная тема, тоже плечо 100x. Вот. Значит, на FEMIX есть еще саб-аккаунты. То есть вы можете, вот саб-аккаунт, вы можете создать дополнительный аккаунт и на него положить часть средств. Допустим, на одном аккаунте вы можете лонг держать, скажем, в небольшом плече, а на саб-аккаунте вы можете шортить, там в плече побольше, чтобы хеджироваться. Пока, допустим, рынок падает, вот вы, допустим, отсюда в лонге висите, а он упал, да, вы могли вот здесь маленький шорт открыть, и пока у вас лонг в просадке, вы на саб-аккаунте заработали немного на шорте, закрыли, вывели, приложили на мейн-аккаунт. Допустим, так это работает. Вот, здесь тоже есть калькулятор позиций, тоже стоп-лоссы, ордера, все выставляется прекрасно. Собственно, на Femix у меня скоро начинается марафон по разгону депозита. После этого видео, вот как я завершу, займусь марафонами. Собственно, на каждой бирже, на самом деле, будет разгон небольшого депозита. Будем пробовать, что может получиться из этого за месяц-два. Вот, на Femix мы будем разгонять вот эти 120 долларов в парах, я думаю, Link, доллар, может быть, TESUS, доллар, в тех парах, короче, которых нету на других платформах. Последняя биржа фьючерсная, которую хочу отметить, это Dudex. С ними тоже у нас начинается марафон. Мы тоже будем разгонять здесь долларовый счет. Но, как раз здесь у них пока, а не молодая биржа, достаточно, у них пока вот всего три контракта. Это Bitcoin к доллару в обеспечении BTC, а также Bitcoin к тизеру и эфир к тизеру, ну, к доллару тоже, но в обеспечении тизера, то есть USDT. Соответственно, мы будем разгонять здесь USDT, торгуя эфиром и биткоином к доллару. Чем хочу отметить Dudex, это самыми низкими комиссиями за вывод. Теперь переходим к самой главной теме, это комиссии за вывод. Смотрите, если вы торгуете, если вы хотите торговать именно фьючерсами и небольшим объемом, то для вас идеально будет Dudex, но, соответственно, пока что у них только биткоин и эфир, но этого достаточно для начала. Скоро они добавят новые торговые пары, буду держать вас в курсе. Значит, здесь, по моей ссылке в описании, зарегистрировавшись на Dudex, вы получите дополнительные плюшки. 15 долларов бонус, если внесете депозит 350 долларов, 50 долларов бонус за депозит 750 долларов, 100 долларов бонус за депозит 1500 долларов, и 200 долларов бонуса – это уникальное предложение за депозит 4000 долларов. То есть вы можете внести свои средства, а торговать только на бонусные средства, рассчитывая сумму контрактов и, соответственно, с нулевым риском. Вы просто кладете свои средства на биржу, торгуете этим бонусами, и потом, когда прокручиваете их комиссии, выводите свои средства, у вас остаются уже чистые, эти бонусы становятся вашими средствами, и весь профит тоже. Ну, смотрите, в чем фишка еще Дудекса, у них самые низкие комиссии за вывод. То есть, если вы выводите USDT, комиссия всего 0,5 доллара. Ну, для сравнения, на Femex, на Bybit комиссия доллар, на Binance комиссия еще больше, там доллар с чем-то выходит. Вот, если вы выводите BITOK, здесь тоже очень крутая низкая комиссия, здесь будет комиссия всего 10 тысяч сатоши. Такой низкой комиссии нет нигде, в общем, если вы торгуете малым объемом, да, и на BITOK тоже дадут бонусы. Если вы на DUDEX хотите класть депозит не в USDT, а в BIT, то напишите об этом мне, и я свяжусь с поддержкой, чтобы вам дали бонусы, потому что по умолчанию у нас бонусы идут на USDT, но если вы положите 0,1 BTC, вы получите 50 долларов бонус по нашей ссылке, если 0,2 BTC, вы получите 100 долларов бонус, и если вы положите 0,2 BTC, то вы получите 200 долларов, это тоже спешл офферы, бонусом на депозит. Опять же, можете торговать только на бонус, не рискуя своими средствами. Но если вы будете класть в BIT, обязательно напишите об этом мне в Телеграме, в Телеграм-чат по ссылке, я поговорю с поддержкой, чтобы вам начислили бонус именно за депозит в BIT. Прикол в чем у них, что вывод в BIT тоже очень недорого стоит. Вы платите всего 10 тысяч сатоши майнерам, и соответственно, для сравнения на том же Bybit и Femix вы платите 50 тысяч сатоши, то есть в 5 раз больше. Так, ну что, в сухом остатке подводим итоги по всем биржам, и потом перейдем к небольшим демонстрационным трейдам. Вот, так что на Финики смотрим просто стакан, ну, лично я так делаю. Вы можете на нем зарегаться, торговать, конечно, вот эти все монеты в третьем, в пятом плече, фьючерсы там, но мы это даже не смотрим, поскольку смотрим то, чем я лично пользуюсь. Самые низкие комиссии на вывод, для тех, кто хочет малым объемом, попробует торговать биткоином, эфиром именно фьючами, вперед на дудокс по ссылке в описании, получите дополнительные бонусы, о которых я уже сказал, и можете выводить чаще профит, как бы с такими комиссиями это будет несущественно. Скажем, сами понимаете, если у вас профит там, условно говоря, 100 тысяч сатоши, зачем вам платить 50 тысяч сатоши за вывод, если вы можете заплатить 10? Ну, сами считайте. Если вы хотите то же самое, обеспечение держать в USDT и торговать чейнлинком, тезосом, а также за 10 долларов в месяц с нулевыми комиссиями на споте, то вам на фемикс. И также торговать золотом еще. Ну, вот этим всем добром. Пока что вот этим всем добром на фьючерсах можно у них торговать. Биток, эфир, XRP, линк, тезос, лайткоин, золото. Скоро будут добавлять они больше всяких комодитис, там и традиционные рынки, металлы, там нефть, возможно, акции, как они обещают, и другие монеты. Вот. На споте у них пока тоже всего вот 6 монет, но скоро будет больше. То есть спот с нулевыми комиссиями за 10 долларов в месяц вам сюда. Биткоин, эфир, рипл, линк, трон, антологи. Если вы хотите, что очень сейчас важно, обращаю ваше внимание еще раз, торговать эфиром, ну, биткоином тоже понятно, эфиром, эосом, или риплом, держа именно в них обеспечение, торговать фьючерсами на них, да, с большим плечом, то вам на байбит, потому что ни одна другая биржа вам не даст держать эфир и на него торговать и получать профит в эфире. Короче говоря, торгуем эфиром, риплом и эосом на байбите, если хотим получать в них же профит. Вот. На битмикс торгуем альтами к битку, держа биток в обеспечении. То есть вы можете залить сюда битка, торговать вот этим всем добром и доставать профит именно в битке. То есть профита в эфире или в лайткоине здесь не получится. Вам придется потом на другой бирже менять на эти монеты. Если вы хотите их холлить. Если вы хотите держать в долларе баланс на фьючах, ну и на споте понятно. Вам подходит Binance Futures. Вы держите в долларе. Часть можете держать в BNB токене, чтобы комиссии меньше платить. И получаете, соответственно, в долларе тоже профит. Его выводите отсюда. Комиссия за вывод доллар с небольшим. Вот. Потом в кроссе, если вы все-таки не в фьючерс, а в марджин трейдинге, то вы можете держать и биток, и эфир и все эти монеты и торговать спокойно ими в кроссе. Плюсы какие у фьючерсной платформы здесь, что здесь дофигища монет. Если вы хотите торговать фьючерсы и вам достаточно держать тизер USDT, то окей, вот вы торгуете всем вот этим добром. Такого количества фьючерс, монет на фьючерсах, конечно, нет нигде. биток, эфир, биткэш, риппл, эос, лайткоин, турон, линк, эфир классик, стеллар, XLM, кардана, XMR, манера, даш, зи кэш, тезис, бнб, атом, антологи, бэйсик, атеншин токен, брейвовский, вичейн, нео, вот они все, их еще сколько, 0x, даже доджкоин уже дали в 20-м плече. Короче говоря, вот, поэтому сухой остаток какой? В принципе, рекомендую диверсифицироваться, не держать все яйца в одной корзине, залить по чуть-чуть на каждую биржу, попробовать, как она себя ведет. То есть, если вам просто надо менять одну монету на другую в споте или там в маленьком плече, то да, это Binance или Poloniex. Poloniex вроде как более низкие комиссии, но надо смотреть. Опять же. Ну, Bitfinex тоже подходит для этого, также еще другие биржи, такие как Kraken и прочее, но мы их не рассматриваем. Если вы хотите торговать плечом с большим, фьючерсами, то в основном это специализированные платформы, вот такие как Bitfinex, но Bitfinex у нас славится еще чем с вами, кроме того, что он такой, конечно, лодскульный и популярный, но тем не менее, вот, когда на других биржах, скажем, вот эта сопля, по-моему, была, доходила куда-то вот досюда, до 9 тысяч, на Bitfinex она доходила аж на 8600, вот на 8500, видите? То есть, на Bitfinex иногда рисуют сопли реально гораздо сильнее и ниже, или выше, чем они есть, то есть, вероятность того, что вас смоют, не, если вы, конечно, здесь играли против Bitfinex, шортили, то вы могли еще большую прибыль забрать, но те, кто ланговали, скажем, на других биржах, их не смыло, а вот здесь вот многих смыло, поэтому Bitfinex такая штука, очень двоякая, потом здесь очень часто в нужный момент, когда волатильность, идут зависания, и вы не можете добавить ордер, зайти в аккаунт, это бывает часто очень, плюс у них нет мобильного приложения, то есть, только через браузер вы можете с мобильного устройства проверять, у Binance же есть отличное мобильное приложение, у Finnex тоже, кстати, у Polonics есть, ну, такое средненькое мобильное приложение, у Polonics есть мобильное приложение, но оно не очень удобное, там, по-моему, насколько я помню, маржина нету, в общем, тоже через браузер, вот, у Bitmix нет мобильного приложения, вывод всего один раз в день, и обеспечение только в битке, а у Bybit есть отличное мобильное приложение, и, в принципе, лучше работает сайт, и даже когда он 2-bit, вы всегда можете со своего приложения зайти, и обработать ордер, вот, видите, мы говорили с вами вот про эту соплю, вот она здесь ходила, да, про эту ли, давайте проверим, да, видите, на Bybit и на других биржах, вот здесь мы упали, на 9300, по битку, и на Femex, и так же, если мы проверим, а на Bitmix мы падали на 8600, понимаете, какая разница, да, на 700 бачей разница свечи, то есть, аккуратней, опять же, с Bitmix, повторяю, прикольная платформа, но много сюда не заливать, и так, кто хочет поиграться именно альтами к битку, да, это прикольная платформа, пока на Binance даже нету такой темы во фьючерсах, то есть, альты только к доллару, во фьючерсах, альты к битку здесь в Margin Trading вкладке, но с гораздо меньшим плечом, вот, на байбите, кто хочет поиграться, скажем, эфиром, и получать профит в эфире, вам сюда, вот, допустим, если у вас есть один эфир, в 50-м плече, вам дадут взять 45 эфиров, но, опять же, если вы такой лонг откроете, у вас цена ликвидации будет очень-очень рядом, давайте посмотрим, вот, на 2 доллара всего ликвидация будет ниже, чем цена, и, скорее всего, у вас смоет, но если вы, скажем, в 10-м плече, ну, или возьмете просто меньше, скажем, на 2 тысячи долларов, если вы возьмете сейчас эфира, ну, 10 эфиров, чтобы было, да, на 2, 350, вот, вы возьмете, видите, у вас один эфир, вы можете взять 10, контрактов на 10, то у вас цена ликвидации будет уже значительно ниже, на 20 долларов ниже, на 19, в районе 214 баксов, то есть, если вы рассчитываете нормальную точку входа, и, допустим, эфир дорожает на 300, вот, вы можете стоп-лосс поставить куда-нибудь там на 230, то вы потеряете, ну, даже на 225, допустим, то вы потеряете, если цена упадет всего 0,4 эфира, ну, как всего, это много для такого депозита, ну, вот, допустим, 229, вы ставите, если цена туда упадет, вы потеряете 0,2 эфира, а если цена поднимется на 300, вы заработаете 2,2 эфира, ну, то есть, даже на 250, если вы ставите, вот, вы заработаете 0,65 эфира, именно в эфире придет профит, то есть, достаточно уникальная история, соотношение риск-прибыль, вот, один к трём нормально, и это именно байбит, то же самое здесь касается рипла и эоса, если вы хотите ими торговать, если вы, у вас жаба душит, потом выводить, скажем, биток по 50 тысяч сатоши, за комиссию, или эфир по 0,01 эфира, тут есть функция asset exchange, ну, и не только для этого, функция обмена, очень крутая функция, соответственно, вы можете просто менять здесь монету на монету, скажем, вы можете поменять эфир на USDT здесь, если хотите захеджиться, вот, нажимаете, посчитать, вот он вам считает, что за один эфир он даст, ну, с небольшим 1,01, даст 236 тизеров, вы можете выйти в тизер, выйти в рипл, вывести рипл под небольшую комиссию, короче, тоже удобная функция очень, так, ещё важный момент, собственно, про фандинг, про комиссии в большом плече и про вот эти maker fee, taker fee, если вы фигачите по маркету, по рыночному ордеру, то вы платите вот эти 0,075% и за вход, и за выход из сделки, но суть в том, что это надо ещё множить на плечо, то есть, если вы, это из расчёта, если вы в первом плече, а если вы в десятом, то вы платите уже 0,75%, а если вы в сотом, то вы, соответственно, платите 7,5% только за исполнение рыночного ордера, то есть, если вы в сотом плече, вошли в позицию по рынку, и сразу же из неё вышли, вдруг, что-то вам не нравится, то вы заплатили 15%, как бы, просто на ровном месте, то есть, если у вас 100 баксов, вы зашли на 10 тысяч баксов, два раза по рынку и вышли, тоже по рынку, то вы заплатили 15 баксов с этой сотки, тупо даже если рынок не двинулся никуда, вот, поэтому не надо так делать, и, опять же, смотрите, старайтесь входить лимитниками, выходить тоже, но стоп, как бы, лучше ставить рыночный, потому что, иначе он может не исполниться, если резко цена пойдёт, а вот этот maker rebate, как бы, минусовой fee, это на самом деле вам платят ещё, если фандинг положительный, то, соответственно, лонги платят шортам, и если фандинг отрицательный, то, соответственно, шорты платят лонгам, это происходит, почему, ну, допустим, фандинг это высчитанная разница цены за лендинг доллара и битка, то есть, допустим, если долларовый лендинг рейд в сутки 2%, а BTC лендинг рейд полпроцента, то получается, что разница это, долларовый лендинг рейд минус биткоин лендинг рейд, получается полтора процента, и делится это на три, поскольку фандинг 3 раза в сутки происходит, каждые 8 часов, то есть, либо шорты платят лонгам, либо лонги шортам, получается, что фандинг рейд полпроцента, допустим, в таком случае, ну, в общем, вот надо смотреть, то есть, если вы видите, что фандинг положительный, позитивный, то это значит, лонги платят шортам, то есть, вы можете войти в шорт на момент фандинга и получить даже эту комиссию небольшую себе, не заплатить, а наоборот, заработать, либо наоборот, если фандинг отрицательный, значит шортисты платят лонгистам, и можно смело лонговать и получать часть комиссии назад, вот какой-то такой расчет идет, так что старайтесь пользоваться лимитными ордерами, ни в коем случае не рыночными, в большинстве случаев, чтобы экономить комиссии, так, ну теперь по трейдингу, сейчас небольшую торговую сессию проведем, покажем функционал каждой биржи, понемногу, как совершать сделки, ну давайте посмотрим, вот начнем с Bybit, бессрочного контракта USDT на биток, вот, здесь, собственно, уникальная функция, что можно делать и лонг, и шорт одновременно, именно на USDT обеспеченном контракте, вот эта галочка Post Only, очень важная в трейдинге, она как раз к разговору о комиссиях, она заверяет вас в том, что ваш ордер будет точно отработан как лимитный, а не как рыночный, то есть вы заплатите меньшую комиссию, а если фандинг в вашу сторону, то вы даже заработаете эту комиссию, вот, обязательно ее ставьте и отложенными заявками входите-выходите, чтобы не платить большие комиссии, но сейчас мы специально ее не будем ставить, и будем входить по рынку прямо, с большими комиссиями и проверять, как, собственно, по-быстрому, короче, все делать, и проверять, как у нас, какие комиссии с нас спилят биржи. Вот, показываю, как здесь можно открыть одновременно шорт и лонг. Смотрите, допустим, мы сейчас открываем на 0.03 битка, открываем шорт, вот мы его открыли, и сразу же открываем лонг по этой же цене, но по этой цене он не дает уже, потому что цена сместилась, потому что мы по рынку вдарили. Снимаем ордер, вот, и мы открываем лонг по цене уже 9.168, на такую же эквивалентную сумму, на 0.03 битка. Таким образом, вот, видите, у нас такой хеджевый замок получился, у нас открыт сразу и шорт, и лонг, и мы видим, что цена ликвидации тоже, как бы, грубо говоря, исчезла, то есть цена ликвидации шорта у нас миллион долларов сейчас, ну, вон, 999, 1999 долларов, а цена ликвидации лонга у нас 50 центов, то есть 0.5 долларов. Соответственно, нас не ликвиднет по-любому, но и профита мы тоже не увидим, поскольку одна позиция будет все время в эквивалентном минусе, той, которая в плюсе. То есть развлечение такое, как бы, сомнительное, но кто-то любит это делать, то есть вы потом можете закрыть, грубо говоря, ту сделку, которая в плюсе, и вытащить ту, которая в минусе, то есть у вас баланса уже станет больше на счету, либо наоборот, закрыть ту, которая в минусе, и увеличить ту, которая в плюсе, то есть тут уже зависит от вашей стратегии. Но на самом деле, можно еще открывать неравноправные сделки, допустим, у вас может быть лонг в большем размере, а шорт в меньшем, чисто хеджевый, как я уже говорил, на Femex для этого саб-аккаунт нужен, ну, или там на Binance другой паре можно это делать, а тут можно прямо в одной паре, вот BTC и USDT, делать вот такие штуки. Ну, вот у нас открыт сейчас и лонг и шорт, лонга шорт так называемый, и смотрим, что с ним происходит. Параллельно присматриваемся сейчас на байбите к трейду по эфиру, уже в инверсном контракте, обеспеченном эфиром. Ну, вот у нас лонга шорт пока стоит на месте, вот, теперь на полонексе показываю, как в марджине работать. На полонексе обязательно, вот в этом графе лонрейт, выставляем 0.01% вместо 2, иначе вы будете платить 2% за плечо. Зачем это нужно? Вот, выставили минимальную, открыли лонг на 3 лайткоина. Вот он открыт, вот здесь мы видим нереализованный профит лосс, сейчас он лосс, потому что комиссия за плечо, пускай висит пока. Так, смотрим, что у нас с лонга шортом на байбите. Вот мы видим, что пошел шорт, и пошел у нас уже профит по шорту, и вот, на самом деле, вот шорт пошел вроде как в профит, и на самом деле, есть еще кнопка, вот здесь, reverse position, прямо на графике. Если ее нажать, то у нас флипанется, развернется позиция, по рынку, по рыночному ордеру, вот мы нажимаем, и у нас вместо 0.03 шорта и 0.03 лонга становится 0.06 шорт, то есть мы шорт флипанули в лонг с небольшим профитом. Входим в, теперь, в лонг по эфиру, на эфирном, на инверс контракте байбита, входим в лонг по эфиру, обеспеченный эфиром. Вот, выставляем в 10 плече, примерно на 10 эфиров, лонг на 2435 контрактов. Вот, вошли, сразу вот у нас daily release PNL мы видим, минус 0.0077 эфира, то есть почти 2 доллара на комиссии. И, анриалист профит тоже пока красный. Ну вот, мы встали, походу, прямо на пробой. На пробой, наверх. Это все, конечно, не идеальные точки для входа, это я просто демонстрационные трейды вам показываю, как на предмет функционала, где что нажимать, какие окошечки и так далее. По-хорошему, надо, конечно, дожидаться нормальных точек входа, чтобы трейды были стопудовые и держать их подольше. Но сейчас мы их быстро закроем. Вот мы выставляем стоп-лосс на 234.75 с потерей 0.05 эфира и тейк профит на 239.5 с профитом 0.15 эфира. И смотрим, что происходит. Вот у нас появился наш стоп-лосс на графике, пунктирный внизу и тейк профит вот сверху. Смотрим, что будет с нашей позицией. Вот они, тейк профит, стоп-лосс, и вот здесь, где карандашик, можно их изменять. Так, тут у нас лонго-шорт в USDT. Пока в небольшом минусе. Смотрим дальше, что с ним будет. Вот мы можем накинуть на него еще. Вот 0.01 BTC мы еще докупаем. Соответственно, плечо уже больше. Еще на 0.03 докупаем. Итого у нас позиция стала 0.01 BTC. Вот, видите? И цена ликвидации тоже сместилась уже сильно. Не 7000 с чем-то, а уже 8.225. Можем выставить стоп-лосс здесь. Тоже на карандашик нажимаем. Стоп-лосс и тейк профит. Допустим, стоп-лосс на 9000 потерять 16 долларов, тейк профит на 9500, например, заработать 33 доллара. Ну, стоп-лосс даже лучше на 950 поставить. Стоп-лосс на 950 потерять 11 долларов и тейк профит, как я уже сказал. Вот. Смотрим дальше. Вот у нас пошел пробой по эфиру. Уже мы в плюсе. На полониксе пока мы в минусе по лайткоину в небольшом. Так, ну давайте на Binance Futures попробуем открыться. В паре, например, Bitcoin Cash к доллару. BTC USD. В большом плече заходим тоже по маркету. То есть, когда ты ставишь, когда ты не хочешь ждать, ты тыкаешь в самую нижнюю красную цену в стакане и не ставишь галочку Post Only, получается, что твой ордер отрабатывает по рыночному с большей комиссией. Но сейчас для демо нам это нормально. Вообще, лучше всегда дожидаться исполнения лимитных заявок и ставить их чуть ниже. Вот у нас позиция по BTC. 3 BTC. Цена ликвидации 193 доллара. На Binance, конечно, хуже во фьючерсах, что не так удобно, что тут, когда нажимаешь Buy, не выскакивает окошко подтверждения со стоп-лоссом и тейком. То есть, сразу открывается позиция и мы уже вручную стоп-лосс и вот здесь стоп-лимит, стоп-маркет нам нужен, чтобы был стоп-лосс. Ну, ладно, пока не ставим его. Вон-то пошла в нашу сторону позиция. Пока без стопа стоим. Вот, PNL у нас показывает уже полтора доллара. На эфире смотрим, что сейчас будет. Сейчас, походу, будет пробой сильный. Да, вот, видите, пошел сильный пробой. Аж затупили немножко, немного тупит сайт. Видите, у нас профит уже 0,075 эфира. По лимитнику мы сейчас не выйдем. Тупит сайт, вот в такой момент нужно как раз приложением пользоваться, если вам нужно быстро обработать ордер, и у вас тупит комп. Но он сейчас тупит еще, потому что запись экрана идет. Уже подорожал на 2 доллара с вами, и у нас есть профит почти 0,1 эфира. 0,08 эфира. Но давайте прям по рынку его закроем с большой комиссией тоже и посмотрим. Вот мы закрыли трейд по эфиру. И я думаю, что с учетом проскальзывания и комиссии мы где-то 0,05 эфира заработали вместо 0,08. То есть на такие минимальные движения скальперские это не очень круто. Лучше выжидать более длительные движения в большом плече, и тогда профит будет больше. То есть вы те же 0,03 эфира заплатите за проскальзывание, но если, скажем, у вас будет не 0,08, а 0,28, то вы получите 0,25. А так вы получаете 0,05 примерно. Ну вон пошла какая хорошая свеча. Да, вот у нас было 0,68 эфира здесь, я переводил уже отсюда. И стало 0,73. Вот так вот рыночные ордера работают, то есть мы, считай, половину профита где-то почти отдали бирже. Ну и здесь у нас тоже небольшой профит есть на биткэше. Прям в пробой встали. Давайте везде по рынку сейчас закроем, просто это демонстрационный трейд, посмотрим. Ну да, вот здесь тоже мы где-то доллар заработали. Сколько у нас было, когда мы входили? 104,5 доллара, вышли, стало 105,5. Ну это и то, потому что мы платили комиссию в BNB. Если был бы доллар, то у нас бы эта комиссия все и съела за такой маленький скальп в большом плече. Ну вот у нас и биток, видите, пошел прорываться, уже профит 2 доллара. Закрываем по рынку и смотрим, да, вот у нас стало 102 доллара. Лайткоин тоже, наверное, закрываем, потому что не нравится мне этот трейд. Нажимаем Close. Короче, закрываем его тоже по маркету. Небольшая потеря. Допустим, на ITC мы хотим открыть трейд. Вот. по большим объемам сразу почти на все. 41 ITC берем вот с комиссией биржи 40.94 ITC открыто. И вот он уже выбивается в плюс. Небольшой ох, эфир, конечно, хорошо пошел, но мы уже вышли. Теперь, что касается марджина на бинансе, не фьючерсов, а марджин трейдинга. Вот у нас есть 001 с чем-то биткоин, он нам дает на 005 взять с чем-то биткоину, взять в паре к биткоину. Возьмем альткоин и сейчас попробуем. Берем три даша, марджин бай даш нажимаем. Вот он говорит, что будет заимствована дополнительно сток биткоина и будем платить за это проценты. Мы говорим окей. Берем три даша, осталось вот видите 3,5 миллиона маржи. Берем три лайткоина также. И вот мы можем здесь идти в марджин аккаунт. Здесь вот нету как на полониксе такой удобной штуки, что мы видим сразу позицию и профит лосс. Тут надо идти в кошелек, в марджин аккаунт. И вот тут мы видим вот наш аккаунт equity. Это сколько у нас реально наших средств там. 107 долларов. И вот total balance. Это вместе с плечом уже со сделкой у нас на 343 доллара. И всего долг у нас вот total debt 235 долларов. Точнее 0.025 BTC потому что мы BTC заимствовали. Вот мы видим здесь минусовую в positions нажимаем. Видим минусовой долг по биткоину минус 2.5 миллиона сатоши. И вот здесь галочку hide low positions чтобы видеть только те которые у нас есть. Это лайткоин и даша. Вот мы взяли три третьем плече примерно. Но они очень далеко. Видите на 70 и на 44 процента от нынешней цены. То есть туда вряд ли мы упадем. Соответственно нас не смоет. Ну хотя все может быть поэтому опять же очень осторожно с марджин трейдингом как и с фьючами. Вот Ну давайте добьем еще до пятого плеча в бинансе чтобы посмотреть на более высоком риске. допустим стеллара еще возьмем вот XLM возьмем где-то тысячу стелларов вот у нас осталось тут 2 миллиона сатоши мы берем на миллион с чем-то стелларов взяли идем опять в кошелек в марджин аккаунт вот видим опять же наш equity остается миллион 100 107 долларов но уже баланс 444 доллара и то есть 4 и 8 миллиона сатоши почти 5 и total debt долг у нас уже 3 и 6 миллионов сатоши 337 баксов вот он этот долг BTC мы видим в позишнсах и галочка hide low positions мы видим наш долг и то что мы набрали под этот долг то есть нам теперь нужно будет продать эти монеты дороже к битку и вернуть бирже долг чтобы быть плюсь но цена ликвидации все равно видите даже в четвертом примерно плече мы цена ликвидации достаточно далеко по всем трем монетам и вот на марджин аккаунте в бинансе наши три монетки тоже дают плюс видите небольшой ну давайте идем на битмикс наш любимый и берем здесь биткэша берем здесь биткэша к битку так ну что-то он не берется давайте биткэш к доллару возьмем бессрочный потому что биткэш к битку и все альты к битку на битмиксе они со сроком экспирации вот видите сентябрь 25 то есть они к этому числу они принудительно закроются даже если вы будете в минусе то ваши позиции закроются а бессрочные контракты они только к доллару и они построены за счет фандинга то есть они не закрываются никогда до вашей ликвидации у них нет экспирации но фандинг каждые 8 часов либо в ту либо в другую сторону спиливает чуть-чуть комиссии либо вы наоборот зарабатываете так вот мы на битмексе все-таки берем биткэш к доллару вот мы выставили 700 контрактов но отработало только 216 потому что цена ушла уже выше 232 вот отработало но мы берем еще вот так накидываем вручную берем на пробой вверх и на самом деле закрываемся биткоин кэш небольшой плюс вышли даже на битмексе что очень странно с таким проскальзыванием и вот у нас на полонексе эфир классик вышел в плюс небольшой тоже нажимаем close закрываем его по рынку все ну вот как-то так и работают собственно эти биржи так лучше конечно не торгуйте по рынку и просто в бум не входите а дожидайтесь очень хороших точек входа и входите лимитниками и выходите тоже лимитниками и будет вам счастье как-то так вроде все рассказал что хотел наверняка забыл много где-то тянул долго вы уж не обижайтесь реально сложная задача взял объяснить кучу всего в одном видео так что поддержите лайкосами подписанными комментами и пользуйте партнерские ссылки получайте бонусы на дудекс специальные бонусы можете начать с дудекса залить туда получить эти бонусы поиграться с ними на биткейн и эфире потом вытащить обратно уже на другие биржи ну и вот как-то так наверное не знаю что еще забыл сказать на фемексе на байбите тоже есть дополнительные бонусы там 60 и 50 долларов по-моему на депозит но это все написано будет возле ссылок и у них на сайтах это написано переходите по ссылкам регистрируйтесь торгуйте аккуратно используйте риск-менеджмент стопы вроде все сказал немного в хаотичном таком режиме с вами был Ла-Ла на связи это канал CryptoComments бай субтитры